В общем, я буду говорить о том, что, собственно говоря, можно найти в нашем интернете, но, как правило, это никто не транслирует. Главная проблема современного мира, вот так вот сразу, глобально, это катастрофический дефицит энергии. Ну, чтобы немножко получше понять, на примере электроэнергии, скажем, значит, чтобы у нас все было нормально с жизнедеятельностью, телевизор работал, троллейбусы ходили, предприятия работали, нужно 2 киловатта на человека в день. Население планеты сейчас приближается к 8 миллиардам, ну, по крайней мере, официально, к 8 миллиардам. Если перемножить, получится, что нужно 15 миллиардов киловатт в час. А в наличии генерации есть только 2. Теперь можно, собственно говоря, отсюда понять, откуда взялось выражение золотой миллиард. На золотой на 1 миллиард энергии хватает, на остальной не хватает. Это было бы еще полбеды. Органическая энергетика, то есть нефть, газ, уголь, ну, по крайней мере, вот нефть, опять же, это есть в открытом доступе, запасов разведанных хватит на 50-70 лет, это данные 12-го года. Угля на 100 лет. Ядерная энергетика тоже ничего хорошего, потому что мы используем в ядерной энергетике уран-235, его осталось на одну закладку на 500 блоков. 60 лет. Вот. Это, как говорится, то есть в пределах одного поколения наша энергетика закончится. Говорит, что за зеленые энергетики? Ну, пока что это несерьезно. Энергия ветра, энергия, то есть что было у нас, когда на востоке области сделали солнечные электростанции, что-то все о них как-то замолчали. Курчатовский институт откровенно говорит, что если в ближайшее время не будет создан мощный источник нейтронов, то сейчас живет последнее поколение людей. Второй момент. Сейчас мы усиленно почему-то ищем врагов. Вот у России враги Соединенные Штаты, как нам обычно говорят. Это все ерунда. Потому что Штаты без России не выживут. Все, что в Штатах работает, энергетика, а там в восточных Штатах до 60% это ядерная энергетика, все работает на нашем топливе. В Штатах нет обогащающей промышленности. То есть в свое время у нас создали вот эти центрифуги. Штаты шли другим путем. Они ничего не создали. Поэтому, чтобы как-то топливо им поставить ядерное, был взорван Чернобыль. После этого вскоре уже состоялось соглашение гор Черномыльдин, о котором, в общем-то, все слышали. Кто-то там говорит, что даже Черномыльдин что-то там нагрел. Но, как говорится, дело не в этом. Дело в том, что пилили вплоть до ракет, и Плутоний уходил в Штаты, его там перерабатывали. Наоборот, убирали... Тут надо будет, наверное, все это убирать. В общем, его разбавляли до урана и закладывали в реакторы. Это было соглашение до 2013 года. Затем, опять же, наше топливо идет не только в Штаты, идет еще в Японию. Чтобы в Японию много не шло, взорвали Фукусиму. Теперь уже, собственно говоря, и там кончается все. Теперь нужно... Что нужно? Теперь нужно останавливать атомные электростанции на Украине. Или сейчас в Украине. Теперь что за сон? Ну, собственно говоря, мы в интернете видим периодически то один блок на Украине вышел из строя, то другой блок. Это все естественно, потому что перед распадом Союза туда загрузили топливо, сейчас оно кончается. Ну и есть в наших реакторах слабое звено, парогенератор. Его тоже надо менять. Он выходит из строя даже раньше, чем топливо заканчивается. Поэтому... Но если останавливать АЭС на Украине, получается, что надо им давать органику. Тут самый газ, нефть. А он же идет у нас в Европу. Значит, надо отключать Европу. Получается так. А Соединенным Штатам, им нужна энергия, они привыкли к этому. Если США у нас производят 18% энергии, потребляют 24%. Россия тут наоборот. 12,5% потребляет 8,9% мировой энергии. И если даже в том же Китае потребляют 1 тонну условного топлива, то в Германии 4, в США 20. Им нужно топливо. Как они просуществуют без России, вообще непонятно. Ведь именно по причине катастрофы в мировой энергетике уже с 70-х годов начали останавливать предприятия, в том числе и останавливать технический прогресс. Ну, собственно говоря, в том числе и в СССР. Хотя мы вроде бы как были, соцлагерь, но тем не менее, это было. Штаты, другие, значит, развитые государства переводили свои предприятия на желтую сборку. Это Юго-Западная Азия. То есть там не надо топить. У нас-то завод поставил, надо его обогревать как-то зимой. А там все хорошо, там все не надо. Чтобы другие страны, где есть ресурсы, не забирали себе энергию, ну, устраивают войнушки. Ну, мы знаем, что там Африка бегает друг за другом, Ближний Восток постоянно полыхает. Ну, вот причина именно в этом. Ну, и отсюда становится понятно, почему, собственно, Соединенные Штаты так против Северного потока-2. Потому что та же Меркель, она тоже на словах вроде как против, а на деле она все-таки сделала так, чтобы этот поток дошел, нитку уже достроили, ну, а Штатам нужна энергия. Выходом из этой ситуации было бы использование урана-238, но он так самопроизвольно не идет на цепную реакцию, как уран-235. Ему нужны те самые мощные, тот самый мощный источник нейтронов, о котором говорит Курчатовский институт. Идею, как это сделать, предлагает уже с 90-х годов доктор технических наук Игорь Острецов, выпускник МИФИ. Какое-то время он, ну, он физик-ядерщик, какое-то время он был преподавателем в первом ракетном институте МВТУ. Он, значит, ее, эту идею продвигает, но эту идею, там она уже доходила вплоть до Путина, ну, до Медведева, до Путина, но почему-то упорно тормозится. Не хотят. С другой стороны, как бы сейчас другой момент есть, современные медицинские технологии уже, собственно говоря, позволяют добиться того, чтобы один человеческий организм, ну, при особых условиях, жил 250-300 лет. Естественно, сильные мира сего будут этим пользоваться. Ну, а все это долго сохранить в секрете сейчас не удастся. при развитии интернета, информационных технологий, это все вылезет. Получается, что захотят пользоваться не только они, куда спрашиваются, девать людей. То есть проблема содержать людей. Это огромные затраты. Еще один момент, который сейчас как раз подошло к концу, время капитализма. Ну, это уже все. Кирдык. Система подошла. Это прекрасно рассказывает доктор экономических наук Андрей Фурсов. Это можно тоже посмотреть в интернете. Капитализм эта система паразитическая. Она может раздебываться только за счет грабежа других территорий. Отсюда колониальные системы Англии, Франции, Испании. Капитализм должен был рухнуть, собственно говоря, в конце 80-х, в начале 90-х годов. И он готов был рухнуть. Но тут случился Горбачев с новым мышлением. Он сдал соцлагерь в начале Папе Римскому, потом Бушу Старшему именно в таком порядке, а потом Ельцин, Кравчук, Шушкевич в белорусских лесах собрались в декабре 91-го года. Приняли решение создать некое СНГ. Собственно говоря, совершили государственное преступление, но Горбачев ничего не сделал, чтобы это остановить. А позже, в октябре 93-го, Ельцин расстрелял Верховный Совет РСФСР. Ну и уже потом начали дербанить наследие СССР. Вот как тут один у нас политический деятель сказал, что СССР кроме Галош ничего не выпускало. Ну спрашивается, а что же тогда делят 30 лет, если одни Галоши? Вот и получается, главное противоречие запасов энергии на планете Кот наплакал, а людей почти 8 миллиардов. И тогда было принято решение, ну собственно говоря, как тогда было принято решение? Опять же, еще с тех же 70-х лет уже говорили о золотом миллиарде, куда мы, конечно, никак не подходили. Что делать? Нужен новый дивный мир, нужно обнуление населения планеты, причем упорно сейчас говорят о перезагрузке, но вот тот же ШВАП, он использует термин ресет, то есть те, кто знаком с компьютером, ресет это именно обнуление, никак не перезагрузка. Конечно, и раньше население планеты уменьшали войны, моральное разложение, образование, уничтожали здравоохранение, продвигали употребление алкоголя, наркотиков, рушили семейные ценности, ну сейчас добрались уже до социальных вопросов, до социальных программ, то есть в России это вот повышение пенсионного возраста, куда пойдут люди после шестидесяти, мужчины и женщины после пятидесяти пяти, вообще непонятно, но тем не менее получается так, что люди умирают медленно, надо быстрее, опять же в том же, в той же мировой сети есть высказывание французского банкира, писателя, политика Жака Атали, это еще восемьдесят первый год, вот он сказал примерно следующее, что в будущем речь пойдет о поиске способа сокращения популяции, начнем со старых, потому что как только они превышают 60-65 лет, человек живет дольше, чем производит, это дорого обходится обществу, потом слабых, бесполезных, которые ничего не производят, потому что их будет все больше и больше, наконец, глупых, эвтаназия нацелена на эти группы, эвтаназия должна стать важным инструментом наших будущих обществ во всех случаях. Конечно, казнить людей никто не будет, никто не будет строить какие-то лагеря, хотя может быть и будет, кто знает, у нас в России все возможно. Мы не сможем проверить миллионы и миллионы людей на интеллект, на это мы что-то найдем и вызовем пандемию. ну не знаю, раньше пандемия все-таки было выражение совершенно другое имелось в виду, то есть это была эпидемия в нескольких странах, а сейчас перед вот этой модной болезнью Всемирная Организация Здравоохранения изменила определение и это стало просто заболевание в нескольких странах. Вызовем пандемию, нацеленную на конкретных людей, настоящий экономический кризис или вирус поражающий старых и толстых, ну не важно, слабые поддадутся ему, испуганные, глупые поверят в него и дадут себя лечить. Мы позаботимся о том, чтобы лечение было предусмотрено, лечение и будет решением. Отбор идиотов происходит сам по себе, они идут на бой сами по себе. Все мы знаем, что найден некий новый вирус, который называли коронавирус. Его почему-то это вообще-то ОРВИ, но его почему-то приравняли не только чуме, не только холере. Кроме того, проведена самая масштабная пиар-акция по закошмариванию населения, по оболониванию, что само по себе вызывает неплохую прибавку смертности, достаточно вспомнить лихие 90-е. Там тоже была такая же дикая смертность, именно от безнадеги. проведена операция по принуждению к покорности, то есть людей надели тряпочки на лицо, перчатки на руки, люди их одели. За счет самоизоляции подорвали иммунитет, психическое здоровье, плюс уничтожается, но пока еще совсем не уничтожен малый и средний бизнес, который в известной степени тоже является источником независимости, если у меня есть источник существования, ну, наверное, есть и я могу говорить то, что думаю. По данным Роспотребнадзора за 2009 год потери экономики от ограничительных мер составили 2,7 триллиона рублей. Общие потери 5 триллионов только за прошлый год. В Москве лечение одного ковидного больного по данным заместителя мэра Анастасии Араковой оценивается в 200 тысяч, а госпитализация обычного неинфекционного больного 41 тысяча рублей. Ну, теперь понятно, почему, собственно, госпитализируют именно ковидных, которые не всегда и ковидные. По данным Роспотребнадзора потери экономики в 2020 году только от ограничительных мер оценивается в 2,7 триллиона рублей, это 3,1 процента от внутреннего валового продукта России. Общие потери 5 миллиардов рублей, это только за прошлый год. В Москве лечение одного ковидного больного по данным заместителя мэра Анастасии Раковой оценивается в 200 тысяч рублей, госпитализация неинфекционного больного 41 тысяч рублей. Ну, понятно, почему у нас идут ковидные больные. Развернута широкая сеть ковидарьев с красными зонами, куда переведены узкие медицинские специалисты. Соответственно, населению стало труднее получить медицинскую помощь, и естественная убыль населения за прошлый год составила 702 тысячи человек, опять же, по данным Росстата официально. Годом ранее 317 тысяч. При этом основные причины смерти, так же, как и раньше, это сердечно-сосудистые заболевания, онкология, однако при этом зарплату почему-то получают повышенные врачи красных зон. Но никак не другие врачи. Диагностика заболевания выведена из-под медиков. Сейчас это все идет ПЦР-тесты идут через Роспотребнадзор и данные ошибки Минздрав признает до 50% плюс-минус. Для лечения коронавируса используется уже 12-й протокол ВОЗ на сегодняшний за полтора года 12 протоколов. А после лечения всем почему-то рекомендуют пройти диспансеризацию. как-то напоминает испытания новых медикаментов или новых схем лечения. Ну вот как-то так. В настоящее время активно продвигается идея вакцинации. Вроде как добровольная, но в другой раз на стороны принудительная. Отказаться нельзя. Люди идут, колются, неизвестно чем, неизвестно от чего, неизвестно с какими последствиями. На 7 сентября в Оренбургской области перекололи 600 тысяч, хотя по плану планировали 1,2 миллиона. Если старшее поколение идет более охотно, более такая подвинутая, то молодежь как-то не спешит. Ну не знаю, жить наверное хочет. В дальнейшем понятно это все будет продолжаться. Здоровье уколотых скорее всего будет ухудшаться, что вызовет активное потребление медикаментов, которые уже цена их выросла, ну может не в несколько раз, но очень существенно, поскольку я по своей матери знаю. Возможно в нужный момент придет другой вирус, как об этом говорил еще года три назад Герман Стерлигов, который будет поражать именно уколотых. Ну возможно другой вариант, что от разрушения здоровья люди начнут умирать от разных причин ну и будут говорить ну что вы какой вирус ну вон разные причины ну и теперь наверное что делать если жить хотим пожалуй главное сопротивляться каждый на своем месте то есть как у нас есть такая поговорочка о бумажечку твою я махорочкой набью то есть ну вроде бы и ничего против не говорим да и не делаем ничего сопротивляться можно коллективно через те же профсоюзы лучше распространять информацию по мере сил кто где и как ну и сейчас идут выборы поэтому конечно нужно в них участвовать если победит правящая партия ну она наверное победит с другой стороны с каким результатом ну уничтожать будут скорее всего всех потому что наша элита так называемая все-таки она подчинена западным партнерам или как они там их называют у них там в общем-то все и вклады и собственность жены дети поэтому ими управлять достаточно легко то есть будет ли как быстро выполнена задача уничтожить 7 миллиардов или будет это не 7 миллиардов сложно сказать полагаю что в первую очередь будут уничтожать так называемых совков об этом прекрасно рассказал в одном из видео Николай Азаров который был премьер-министром при Януковиче почему в общем-то понятно мы помним другой строй советский совершенно другая система то что хозяева денег хотят сейчас сделать совершенно другое ну и еще одно тут возможно у нас нам все говорят идет глобальное полеотепления а тут по другой информации глобальное похолодание возможно смена полюсов Россия будет самым безопасным местом да еще и с ресурсами поэтому территория нашей страны нужна многим мы не нужны никому надо сопротивляться не будем сопротивляться погибли у меня есть такая интересная история у меня подруга по совместительству кума мама двоих детей с маленьким сидит дома в декрете муж один работает маленькая комнатная квартира хрущевка взяли ипотеку ипотеку взяли трешку у мужа зарплата 50 тысяч работает на заводе начальником цеха им даже пособие не платят потому что зарплата превышает все нормы ипотека не считается вот расширяться надо потому что ну двое детей как без ипотеки да никто не даст им квартиру никто не даст на заводе сказали ты или вакцинируешься или мы найдем причину по которой тебя уволят не потому что ты не вакцинировался и когда она мне сказала когда муж вакцинировался я говорю Маша надо сопротивляться надо как-то сопротивляться она как ты будешь сопротивляться как куда идти куда бежать как сопротивляться и я ничего не смогла на это ответить ну потому что ну вот так ну на производстве вот то что я говорил все таки это ближе наверное профсоюзы потому что в одиночку действительно создавать собственные профсоюзы совсем не обязательно бежать к Шмакову, тем более, что Шмаков уже кричит вакцинировать всех. Чего к нему бежать? Ему сказали кричать, он кричит. Да, они карманные. Создавать собственные профсоюзы. Тогда вместе это проще. Ну, а если он уже вакцинировался, ну что ж, ну русская рулетка, ну может будет нормально, может ненормально. Какое-то время будет нормально. Сложно сказать, мы не знаем, что в этих вакцинах. Понятно, что они где-то все из одной бочки, но состав до конца нам никто не рассказывает. Что там? Как там? Как она будет действовать? Испытания нет, не было. То есть сейчас идут масштабные испытания. Что будет с вакцинированным через год, через три года, через пять лет? Этого никто пока не знает, и никто не ответит. Это не советское время. Тогда прежде чем вакцина, да и то в советское время, вот мой сын родной как раз после вакцинации, как раз там семь-восемь лет прививки делали. И у него после этого случилась лимфома. Он попал в онкоцентр. Была жуткая химиотерапия. Вот. Если бы там как бы не наши усилия, то есть все, кто был с его диагнозом, все умерли. На вопрос к врачам, а почему, что, он живот был же нормальный, и все. Ну, они отводили глаза, говорили, ну, вам не повезло. Вот два-три человека, даже при нормальных вакцинах, по бочке бывает везде. Что будет здесь, вообще никто не знает. Хотя, наверное, какое-то, что-то предполагается. Что именно будет. Ну, там присылают. Ведите дневник наблюдения. Да, введите дневник. Это все правильно. Я, может, вам еще это самое вполне помню. Ведите. И после, значит, того, как диспансеризация бесплатная. Диспансеризация, да. Переболел. Идите на диспансеризацию. Потому что нам тоже интересно посмотреть, а как же вот этот метод лечения, а как же он на вас отразился. А методы лечения меняются. То есть, похоже, что это такой глобальный медицинский эксперимент проходит. Так что я ничего не могу сказать больше, кроме как на производствах нужен профсоюз. Я понимаю, люди боятся. Людей уже поставили в такие условия, что действительно многие закредитованы. Работы у многих нет. Вот сейчас на выборы да, была и у нас проходила информация по нашим соцсетям, что людей заставляют открепляться, что люди голосовали в других местах. Эта система, как выяснилось, идет не только в Оренбурге, в Орске. Она идет везде. Называют даже человека, который как бы придумал этого. Ну, кто знает. Но, по крайней мере, это идет. Ну, с другой стороны, конечно, это противозаконно, но давление такое идет. Опять же, почему идет? Да, потому что профсоюзы, основная ФНПР, это карманные профсоюзы, они никогда никого не защищают. Поэтому, да, что нужно создавать свое все. Дело в том, что, как говорится, ладно, и это самое, и что он раздал это, чтобы это, как бы, оправдать будущие приписки. Скажут, видите, вот мы раздали пенсионерам, и поэтому они проголосовали. Хозяин прекрасно знает, что люди деньги получат, то есть они не хотят голосовать за вас, да, они не будут голосовать, вот и все. Ну, а это уже будущее, как бы, кинули эту поиск, и сказали, ну, вот видите, как помогла эта, когда там они будут вот это вот все делать, да, отключение видео на участках, вот эта вся фигня, хотя они не имеют это право делать. Вот. То есть уже, конечно, понятно. А с вами вообще говорит, на выборы ходить не надо, потому что раз власть так призывает идти на выборы, да, то ты пришел, поставил свою подпись, значит, ты уже все, твоим голосом, ты, ты мне это самое, с другой стороны. Ну, власть призывает и вакцинироваться, так что ж твоя сестра говорит, что надо вакцинироваться? Она говорит, уж путь будет последовательный, нет, так нет. Что ж теперь? А то, что будут подтасовки, конечно, будут подтасовки. Поэтому и надо идти голосовать, что если придет нормальное количество, там, по примеру, процентов 70, ну, уже нельзя будет столько, только можно будет вообще все напрочь подменять. Да, да. Ну, кстати, есть и такие рекомендации, то есть ходит видео и из подмосковного Королева, где есть и такие рекомендации. Все это ходит. Ну, а то, что 10 тысяч, тут я, хороший пример был с Геннадьем Павловичем Донковцевым, но не покойным, когда он был мэром, значит, и тут кто-то захотел идти от города Оренбурга, ну, тогда, по-моему, в ЗАГСОП, ну, явный бандит. И, значит, пришли и говорят, а он начал что-то раздавать, что-то строить, то есть деньги есть, все хорошо. Ему пришли и говорят, Геннадий Павлович, ну, он же бандит, ну, как мы будем брать? Ну, Геннадий Павлович посидел, подумал, говорит, берите все. А после выборов разберемся. Поэтому в данном случае то, что дают 10 тысяч, конечно, надо брать. Что же их не брать-то? И голосовать, идти по совести. Потому что то, что эти 10 тысяч, да они у нас больше украинены.